Здравствуйте! С вами Надежда Калинина, Академия Метафизики. И сегодня в рубрике «Метафизика знает» мы рассмотрим, какие отношения будут в браке, три основных признака по дате рождения, на примере карт Софии Ротару и Дженнифер Лопес. Как сказал еще великий Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Первый признак. Смотрим отношения между вами и вашей второй половинкой. Для этого надо составить свою карту Бадзе. Можно ее составить на нашем ресурсе, Надежда Калинина, вкладочка калькулятора Бадзе. Вы увидите перед собой табличную часть, которую надо заполнить. Год, месяц, дата, час. И у вас появится вот такая карта. В данном случае это карта для примера, чтобы было легче и проще вам объяснить. Смотрите, самый первый шаг. Что мы делаем? Мы обращаем внимание на элемент личности. В данном варианте у нас это огонь Ян. То есть карту человека огня Ян мы видим перед собой. Второе. Нам надо понять, какой элемент находится во дворце брака. Здесь металл Ян. И третьим шагом надо вспомнить, какие же отношения между огнем и металлом. У нас по кругу усин огонь контролирует металл. И если это карта мужчины, то в отношениях у них будут нотки контроля со стороны мужчины. Чувствует собой определенный контроль. И теперь давайте мы с вами посмотрим на примере карты Софии Ротаро, которую вы видите сейчас перед собой. Какие же отношения были в браке? София Ротаро у нас элемент личности это земля Ян. Вот я вам сейчас выделю. Вот земля Ян. Элемент в ячеечке мужа это огонь. И давайте вспомним, какие же отношения между элементами земли и огня. Это поддержка. То есть на протяжении всей жизни муж будет поддерживать свою жену. Потому что в ячейке мужа огонь, который порождает землю. Ну, что в принципе так и получалось. Ее супруг это был организатор группы, это был дальнейшим продюсер. То есть всегда была поддержка. А теперь давайте посмотрим на карту другой известной актрисы, певицы. Это Дженнифер Лопес. Ее элемент личности это металл Ян. Элемент во дворце брака это вода Ян. И если мы вспомним по кругу Усин отношения между металлом и водой. Вот металл и вода. Металл порождает воду. То есть отношения будут складываться таким образом, что Дженнифер будет порождать эти отношения. Она будет отдаваться этим отношениям. Видите, какая большая разница в предыдущей карте и в этой карте. И если вы погуглите или в Википедии почитаете о Дженнифер Лопес, то в принципе так у нее и происходило во всех ее браках. Второй признак. Смотрим фазу в столпе дня. В данном случае вот у Софии Ротаро, здесь у нас фаза императорский светильник. Это очень высокая фаза. Это очень огромный энергетический потенциал. Что в принципе так и было. В жизни София Ротаро со своим супругом Анатолием Евдокименко прожили 34 года. Это долгий счастливый брак. И видите, и фаза, энергетический потенциал очень высокий. Теперь посмотрим карту Дженнифер Лопес. Обратите, пожалуйста, внимание на фазу в столпе дня. Здесь фаза смерть. То есть это очень низкий энергетический потенциал. Человеку надо больше работать над отношениями. Что в принципе так и произошло. Вот у Дженнифер Лопес было 4 брака или более 4 браков. И сложности определенные были в браках. И друзья, это не означает, что там София Ротаро намного лучше, чем Дженнифер Лопес. Или наоборот. Нет. Это так сложилась энергия в нашей карте Бадзи во время нашего рождения. Ну, конечно же, когда высокая фаза, легче создавать отношения. Когда низкая фаза, надо больше работать над данными отношениями. Третий признак. Смотрим, есть ли элемент второй половинки в карте и на какой он фазе. На примере данной карты девушка у нас дерево Ян. Элемент мужа это металл. И элемент, который контролирует. И на фазе фаза низкая очень. Фаза смерть. То есть, у мужа данной девушки будет очень низкий энергетический потенциал. Сложно ему будет себя реализовывать с данной девушкой в личных отношениях. И вообще в обществе. Но, зная это, девушке можно планировать каким-то образом. Работать над своими отношениями. Чтобы была возможность создать свою счастливую жизнь. Подведем итог. Три основных признака, какие отношения будут в браке. Первое. Смотрим взаимосвязь между элементом личности и дворцом брака. Второе. Смотрим, на какой фазе находится данный стол. Третье. Есть ли элемент второй половинки и какой у него энергетический потенциал. Видите, друзья, как много можно получить информации в плане отношений, зная только лишь дату рождения. Также можно получить ответы и на другие вопросы. Где и когда вы можете встретить вторую половинку. Кому очень полезно быть в браке, а кому нежелательно. Будет ли ваш муж или жена богатыми, успешными? Будет ли вторая половинка изменять годы сложностей в отношении? А может вторая половинка ваш полезный элемент, ваш благородный помощник и полезный бог. И тогда рядом с этим человеком вы будете процветать. И ваша жизнь будет наполняться всеми цветами самых приятных и позитивных энергий. В прошлом видео из рубрики «Метафизика знает» мы разобрали, как выбрать сотрудника. Три основных признака, что сотрудник вам подходит. Ждите следующих видео, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите комментарии. С вами была Надежда Калинина, Академия Метафизики. Используя знания метафизики, мы делаем свою жизнь успешней. Редактор субтитров А.Семкин